Хе-хе-хе! Всем привет, друзья! С вами Чинашки и у меня для вас новая серия по хэппи-рум. Собственно, давайте сделаем так, установим новые правила. Самые внимательные из вас уже заметили, что хэппи-рум выходит каждую среду, каждую неделю. Но, теперь она будет выходить, если на этом ролике и на каждом последующем по хэппи-руму будет набираться по, ну скажем, 500 лайков. А также, я хочу сделать дополнительный бонус для вас. Если ваш комментарий с заданием набирает минимум 5 лайков, таким образом, автоматически я буду стараться выполнять их. То есть, все задания, которые наберут как минимум 5 лайков, я буду стараться выполнить. Итак, а начнем сегодня мы с заданием AirHunter007. Задание Ферамир. Везде кислотные пушки, сопли и взрывное оружие, бомбежка Ферамира. Подопытный и его хейтер. Противом, если честно, немного было это читать, но задание прикольное. В принципе, давайте попробуем сделать такое задание. Ферамир. Я сейчас вернусь, ребята, как только построю все необходимое. Ну что, ребят, операция Ферамир, кажется, готова. Смотрите, у нас тут прям целый набор есть. И сверху вот эти кислотные пушки, и для взрыва всего, чего нужно. У нас тоже стоят все приспособления. Давайте же начнем, давайте посмотрим, насколько вот операция Ферамир удастся. Погнали. Так, ну все начинается довольно стандартно. Фу. Как Air Hunter мне сказал, ради чего он встанет кислотные пушки. Меня теперь надо даже смотреть поздно на это. Ладно, ладно. Давай, давай, давай. Кстати, наносится урона очень неслабо, мне сказать. Реально хороший урон наносится. Давайте ускорим чуть-чуть. Вообще я доволен, вообще даже доволен. Серьезно. Ну, я не думаю, что до 40 дотянем, знаете, у нас 40 такой, типа, показатель топовости карты. Но 30-ка есть, и 30-ка это реально хороший показатель. Я рад, мне нравится. Давай сейчас до 30-ки доведем, ну и все, в принципе, здесь больше не получится. Мы уже все снесли. Бомбежка удалась на славу. Так, далее. Задание Тимас Ли. Прошу выполнить задание. Вечеринка арбалетов. Нужно поставить везде арбалеты, пружины внизу и диско-шар с лазером. Так, давай сделаем, давай сделаем. В принципе, что-то подобное мы уже делали, если честно. Но мне просто сам нравится, вот, сам арбалет. Очень красиво он выглядит, и эффект от него прикольный. Я бы даже, может быть, если бы мог исправлять задание, я бы, может, еще Сирюкенов бы поставил, потому что тоже прикольно это выглядит. Но давайте сделаем задание так, как оно есть. Давайте сейчас все расставлю в арбалетах и вернусь к вам. Ну что, ребят, вот и готово. Вечеринка арбалетов сейчас начнется и будет в самом разгаре. Давайте же посмотрим, что это из себя будет представлять. Правда, у нас абсолютно пустой центральный стол, получается. Но зато все арбалеты направлены куда надо. Погнали, давайте посмотрим. Сразу лазер включается, и стрелы полетели. Блин, он просто на дикобразе, похоже. Смотрите, а я даже не помню, чтобы у нас было что-то именно такое. Ну, это выглядит реально круто, посмотрите. Жесть, он весь в стрелах. Давайте ускорим, чтобы посмотреть, какой он в итоге будет. Ну-ка, ну-ка. Жесть, вы посмотрите, у него в каждой конечности торчит просто миллион стрел. Жестко, жестко и классно, мне нравится. Крутое задание. Давайте же приступим к следующему. Здесь мы, в принципе, понятно, много не набьем, но... Смысл не всегда в роне. Смысл иногда в том, чтобы просто посмотреть на то, какой у нас подопытный. Так, следующее задание от Гарана Массаяна. Задание пираты Крепского моря. Заставь пол пираниями, типа моря. По стенам дробаши и пулеметы. Монстриков штук 6-12 и что-нибудь, чтобы было похоже на зомби. Канал нашел недавно, смотрю лайк, все твои видосы. В общем, очень хороший, позитивный канал. Спасибо большое, дружище. Давай попробуем сделать твое задание. Так, потолок я тоже чищу. Что? Значит, первое это море, наверное. Да, давайте я вместе с вами это сделаю, потому что непростое задание. Как-то нужно все аккуратненько сделать. Так, море раз, море два. Правда, пираний, конечно, в море не живут. И в пиратах Крепского моря пираний вроде вообще не было, если я правильно помню. Кстати, скоро новая серия выходит, насколько я знаю. Вот, ну, давайте такое вот море у нас есть. Сбоку оставим промежутки, чтобы поставить дробовики и пулеметы. Тоже не помню этого в пиратах Крепского моря. Блин, мне не хватает чуть-чуть места. Ладно, ладно. Давайте подведем вот так. Вроде бы вот так должно хватить. Так, так. И вот так. Да? Вроде нормально. Так, теперь ставим дробовики и пулеметы. Это вроде бы тоже несложно. Просто расставляем. Хотя, вот опять же, касаясь пиратов Крепского моря, мне кажется, что больше подошли бы какие-нибудь как раз арбалеты. Может быть, пистолеты, если бы они были. Но ладно, подойдет и так, наверное. Дробовик последний ставим. И так, монстры и что-то похожее на зомби. Но если честно, я не уверен, что здесь есть что-то похожее на зомби. То есть, ты, наверное, имеешь в виду вот этих вот монстров, которые жили в глубинах и на пиратском этом корабле проклятом гоняли. Наверное, ты про это. Но тут такого точно нет, я тебе могу сказать, со 100% вероятностью. Поэтому давайте сделаем вот так. Давайте сделаем вот так. Ну и на мое усмотрение, как было сказано, давайте поставим все-таки сверху арбалеты. Мы это только что делали, в принципе. Но мне кажется, что для пиратов Крепского моря вполне подойдут такие вот пушечки. И даже, возможно, я бы поставил одну ракетницу. Как знаете, ядрами же они стреляли, да, из своих кораблей. Вот это будут типа ядра. Так, и монстры остались. Еще 6-12 штук, но я считать, конечно, не буду. Давайте вот так вот поставим их и вот здесь тоже. Вот так как-нибудь. Ну что, погнали. Пираты Крепского моря. Смотрим. Ну, сразу же падает в море, конечно, его здесь кусают пираньи. Арбалеты делают свое дело. Влево мы еще вообще пока не ушли. Ну-ка, давайте ускорим немножко. Да, жесть творится. Ну, хотя по урону, по урону так себе. Можно сравнить с предыдущим даже заданием. Пираньи, к сожалению, не успевают нанести нормальный урон. Да они, в принципе, не наносят нормальный урон. Пираньи, это скорее декоративная такая тема, которая больше сделана для того, чтобы ухлоздать наш взор. Но смотрите за то, сколько крови везде. Это просто дичь. Ой, все, все, пираньи уже нашего подопытного грызут вовсю. Монстрыки что-то там тоже пытаются отпустить. Ну, 11 тысяч, 11 тысяч. Такое. Хотя красиво, много крови. Что еще нам нужно, правильно? Ладно, давайте будем заканчивать здесь и перейдем к следующему заданию от Мистера Новатора. Задание Дискотека Века. Поставь диско-шар, лазеры, луч смерти, граби-пушки, черные дыры, нулевую гравитацию, пушки, Тесла, плазменные пушки, монстров типа пати и пружина. Надеюсь, будет круто. Ты самый лучший, желаю тебе миллион подписчиков. Спасибо. Спасибо. Давайте попробуем это сделать. Так, мы, значит, пружину оставляем, поэтому чисто потолок, центр и стены чистим. Так, давайте по порядку. Ну, хотя ладно, давайте я сейчас все сделаю и вернусь к вам уже с готовым заданием, а вы зацените. Ну что, ребята, дискотека готова уже, готова открыть двери перед количеством тусующихся монстриков, перед количеством нашего подопытного. Ну и, в принципе, погнали, наверное. Все, что просили, я поставил. Лазеры, плазменные пушки, Тесла, все стоит. Посмотрим, посмотрим, что будет. О, да, сразу же, сразу же включаются черные дыры, которые наносит реально огромный урон. Плюс плазменные пушки, конечно, долбят очень сильно, а в комбинации с черными дырами они пружины не уничтожают, потому что плазменные пушки на пружины очень сильно действуют. Ну, сразу же двадцаточка есть, я, правда, не уверен насчет 30, хотя с помощью черных дыр мы вполне можем набить такое количество. Ну, посмотрим сейчас. Но я, честно говоря, не уверен насчет 30. Посмотрим, посмотрим. Так, сейчас еще луч смерти должен включиться. Как-то дискотека быстро закончилась, я смотрю, все монстрики погибли. Но ладно, ладно. О, все, наш подопытный провалился в текстуры, кажется. Да, все, его нет. Луч смерти опять сделал свою работу слишком красиво. И слишком четко. Ну, окей. Как бы дискотека закончена на 29 тысячах. Так, дальше. Сеня Крипер. Задание ледникового периода. Застрой все ледяными пушками и посередине пираньи. Снизу пружины. Крутой ты очень. И вы все у меня очень крутые, ребята. Обожаю вас всех. Давайте же, наверное, попробуем. Тоже с ледяными пушками мы делали, но это было довольно давно, еще в начальных сериях по хопперум. Поэтому давайте я сейчас сделаю. Ну, то есть как? Снизу будут пираньи, да? Одна штука. Вот тут. А все остальное нужно будет сделать в ледяных пушках. Я сейчас это сделаю и вернусь к вам. Все готовы к ледниковому периоду? Не хватает только белки, которую будет решек вытаскивать из пираньи этих. Ну что? Погнали, посмотрим. Тут урон будет реально огромный. Это можно сразу сказать. Благодаря ледяным пушкам. Тут, видите, просто гигантский урон сразу набивается. Они комбят очень сильно. Ну и плюс сами по себе очень хороший урон наносят. Это всем на заметку. Если вы хотите большой урон нанести, ледяные пушки, это имба в этом плане. Конечно, 30 всего лишь. То есть даже с ракет мы не набрали, похоже. Но все равно само по себе это прикольно. Ледяные пушки я люблю. Так, ну что, будем ждать 30 или нет? Я думаю, что и так понятно, что вероятно всего он набьется, потому что тут и бомбы будут наносить по взрывающейся платформе. Наверное да, наверное да. Если только он не упадет. Хотя, смотрите. Оп, оп. Осталось 150. Уже даже чисто любопытно посмотреть. Нет. Головой он лишился. Осталось ровно 100 единиц урона, но не получилось. Ну и ладно. Будем считать, что где-то около 30 мы набили. Так. И осталось задание от Кенпачи Зараки. Задание день боли и смерти. Подопытный падает на луч смерти, который отправляет его в портал. На конечной точке из-за второго портала стоит кол, возле которого стоят огнеметы, прожаривая подопытного. Потом он падает в бассейн с пираниями. Под бассейном стоит пружина, отправляющая подопытного на булаву. Можно несколько, чтобы легче попасть. На булавах его поливают кислотой и шпигуют сюрикенами, после чего он падает на колье, где его делают монстры. На задней стенке... Замораживающие пушки плюс монстра. Окей, окей, Кенпачи, ты настоящий садист, но я сейчас попробую сделать все в точности и запущу, чтобы вы могли насладиться этим зрелищем. Погнали. Ну что, ребят, пришлось поэкспериментировать, но вроде бы это выглядит примерно так. Смотрите, подопытный падает, его лазером вывозят сюда, он выпадает отсюда, попадает на кол. Огнеметы поливают его огнем, он падает, падает через пираники, которые кусают его. Он падает на пружину и вылетает сюда. Здесь, вероятно, он пролетает вот так, вот так и вот сюда попадает. Здесь его поливают кислотой и сюрикенами. Потом он падает на кол, где его поливают также льдом и едят монстры. Вроде бы готово. Давайте же и спробуем. Итак, все пока по плану, отлично. Его поливают огнем. Так, 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 так. Эй, ну что это такое? Ну-ка, еще раз, еще раз. Все должно быть по плану, все должно быть по плану, он должен попасть именно на пружину. Так, отлично. Теперь недолет. Смотрите, ну это вот зависит от рандома еще какого-то, по всей видимости, поэтому не с первого раза возможно получится. Окей, окей. Да, отлично, отлично. Что, он в портал упал? Или... Да, вот он в портал упал. Окей, хорошо. Угу. Не получается. Давайте еще раз. Когда я пробовал, в принципе, вроде бы все получилось, но, как видим, не всегда. Не всегда. Я вам неудачные дубли, наверное, тоже... Что это такое? Неудачные дубли тоже покажу, потому что, ну, надо понимать, что это все не с первого раза делается, потому что еще и рандоп играет свою роль. Вот, ровно на пружину попал. Так, теперь... Странно. Очень странно. Ну-ка, а если поставить пружину вот так, например? Просто ее нельзя ставить сюда, потому что тогда луч смерти пройдет через нее, и... Не получится. Булаву я имею в виду. И не получится ничего. Так. Вместе с вами я сейчас в прямом эфире постараюсь сделать все. Постараюсь исправить некоторые ошибки. Видите, он падает то чуть левее, то чуть правее. Ладно, давайте поставим две пружины. Это, конечно, не совсем по замыслу человека, который предоставил нам это задание. Но две тоже нормально. Просто так нам это намного упростит задачу. Так, падать сюда. Хорошо. Теперь он должен попрыгнуть и на булаву попасть. Нет, видите, из-за того, что мы ее отодвинули, вот не зря я ее поставил именно сюда. Она должна была быть именно здесь. Так, хорошо. Еще разок. Все, теперь он падает ровно на пружину. Хорошо. Теперь сюда. Перелет. Да, перелет. Блин, вот предыдущая попытка была просто замечательная. Еще раз, еще раз. У нас есть возможность. Я не успокоюсь, пока мы не сделаем это задание до конца. Потому что те задания, которые вы даете, я хочу их выполнить. Я хочу, чтобы они были идеально выполнены. Но видите, рандом вмешивается и не всегда получается все так, как планировалось. Так, хорошо. Отлично. Просто идеально получилось. Все, все. Теперь все сделано так, как надо. Даже бомба немножко подорвала его с порталами. По второму кругу пошел. Смотрите, получится по второму кругу. Что, третий круг? Ну-ка. Да, да, третий круг. Ну, давай, давай. Нет, смотрите, он уже упал туда. Нанеслось очень мало урона, но все равно это красивое задание, мне понравилось. Ну что, сейчас приступим, наверное, к последнему заданию на сегодня. А последнее задание у нас от Goop Game. Задание ловушка. Поставь пружину так, чтобы толкнуть подопытного прямо в луч смерти, который будет установлен на стене. Луч столкнет подопытного в портал, который ведет в ограниченную по размерам комнату. В комнате должна быть нулевая гравитация и куча мин. Если поместятся, то монстры и пираньи. Окей, я, правда, боюсь, что не поместится пираньи, все-таки это слишком большую комнату тогда делать. Но давайте я сейчас все обустрою и включу. Ну что, ребята, вроде готово. Вроде бы это выглядит довольно просто, но, поверьте, довольно сложное задание. Итак, по плану. Он падает на пружину, пружина выводит его на луч смерти, который бьет в портал, который бьет сюда, и который заполнен минами и монстрами, ну и плюс нулевая гравитация, конечно. Я тут постарался сделать вход довольно большой, а вот выход, ну, то есть, видите, довольно сложно ему будет попасть обратно, чтобы он не выпал из портала. Погнали, давайте попробуем. Так, раз, готово. Так, самое сложное сделано, он попал. Хорошо, смотрите, его и монстры едят. Правда, он может вылететь все-таки из портала. Все еще, но его при этом нормально дамажит. Так, мины, мины включаются тоже. Отлично, он пошел в правую сторону, здесь мины собрал. По урону, опять же, здесь будет не сильно много, но зато это реально прикольно выглядит. Смотрите, какая комната вся и обуглена, и в крови, и в слизи этой монстров. Или фирамира. Как тоже один из подписчиков уже успел заявить. Ну что, ребят, довольно неплохо, довольно неплохо получилось, и это было последнее задание на сегодня. Давайте же я тогда введу вас в курс дела. Смотрите, хаппирум будет выходить каждую среду, если на ролике будет собираться 500 лайков. Это для вас самая простая сумма, то есть, это чисто символически просто, чтобы я видел, что вы все еще ждете эту игру. А если вы собираете 500 лайков, в среду выходит новая серия хаппирум, в которой я выполняю задания, которые собрали от 5 лайков. Мне кажется, тоже нормально. Вот, поэтому я надеюсь, что будет достаточно много интересных, прикольных заданий, которые я буду выполнять в следующей серии, в следующую среду. Вас я всех обнимаю, ребят. Если ролик вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вас всех очень сильно люблю. И обнимаю. С вами был Чанаск, ребят. Пока-пока.